Первый взрыв прогремел 30 августа. На Дунгусском полигоне, как обычно, проводили утилизацию старых боеприпасов. Тогда пострадали двое солдат-срочников. В тяжелом состоянии их доставили в госпиталь. По факту ЧП возбудили уголовное дело. Военные безмолвствовали, подробностей никаких. Что происходит за шлагбаумом, рассказывали перепуганные солдаты. О новых пострадавших Оренбург услышал 4 сентября. Еще двое солдат-срочников подорвались при прокладке траншеи, где на небольшой глубине находилась цинковая коробка с патронами. 13 сентября при несанкционированном подрыве снаряда также пострадали два солдата. Одному из них пришлось ампутировать ногу. Итог – шестеро пострадавших. Ситуация в Дунгусе вызвала общественный резонанс. Обстоятельства трагедии стали разбирать и в региональном правительстве. Губернатор собрал всех руководителей силовых структур области для жесткого разговора и призвал усилить контроль за личным составом. Пока следователи устанавливали виновных, военные закончили собственную проверку, назвав главной причиной трагедии – беспечность солдат. Несколько занятий провели, в том числе по замене офицеров. У нас два офицера были заменены. Не все славянных, а те, которые были замечены в нарушении требований безопасности из состава старших групп взрывных работ. Контроль за срочниками усилили. Каждой взрывной группе представили еще одного офицера. За десятком солдат теперь следят по два кадровых военных. Кроме того, на полигон действительно обратили внимание и власти. В Донгуз приезжал губернатор, депутаты Госдумы, военные привозили сюда журналистов, показывая, как здесь все замечательно. Почему тогда ЧП в Донгузе продолжаются? Вопрос, на который до сих пор нет ответа. Екатерина Тихоненко. Наше время.